Приветик всем! Сегодня я хотела вам показать свою косметику, которой я пользуюсь ежедневно, но если не ежедневно, то косметику, которую я... именно ей я всегда пользуюсь, никакой другой. Это именно то, чем я пользуюсь, если я крашусь, если я вообще крашусь. Многие из этих вещей... я не особо в восторге, но я их купила, я хочу их как можно быстрее использовать, потому что у меня очень много косметики, я хочу от нее избавиться. Я поняла, что все косметики, которые у меня есть, я реально пользуюсь всего лишь, может быть, 10 вещами, и то, наверное, меньше, поэтому мне вся эта косметика не нужна, и я хочу уже какую-то новую себе купить, но не могу, потому что я хочу старую использовать, да, поэтому давайте приступим! Вот, кстати, когда в последний раз у меня было видео в такой тематике косметика, что-то девчачье, вот вы помните, когда это было, наверное, 3 года назад, я реально не помню. Начнем с пудры. Я в Техасе живу, у нас летом жара, по 40 градусов, не знаю, 5 месяцев подряд. Я не могу использовать тональник, я не могу использовать много косметика, когда жарко, я не могу. Я, наверное, все лето вообще косметику не пользовалась, абсолютно. Я даже брови не делала, я даже тушь не наносила, я ходила просто натурально, потому что такая жара. Я себя просто и так чувствую грязной, потной, а когда еще косметика сверху, это просто я себя чувствую, как будто я 3 месяца не мылась, вот я не знаю, как это объяснить. Поэтому самое-самое-самое большее, что я могла нанести на свое лицо, это был консилер, чтобы спрятать какие-то покраснения и брови. И, может быть, хайлайтер под бровями, это все. Но сейчас, когда, наконец, немножко становится прохладнее, сейчас не 40, а 30 градусов, и на днях до 25 упадет, хотя потом опять на 30 поднимется, но уже, как бы, осень или зима начинается, я не знаю, как это у нас назвать. Я немножко пользуюсь больше, и больше значит, я могу нанести пудру, я могу нанести румяна, я могу сделать легкий контур, я могу нанести тени, я могу нанести тушь. Поэтому, пудра. Это моя любимая пудра. Это, наверное, уже третья, четвертая моя пудра. Мак, самая простая, N5. Я ее люблю, потому что она достаточно хорошо все покрывает, она делает красивый ровный тон лица. В то же самое время вы ее не ощущаете, в то же самое время и не видно, что она у вас пудра. Она просто делает такой вот легкий эффект. Она покрывает слегка. Я такой человек, мне не надо, чтобы моя косметика полностью скрывала все недостатки. Я хочу скрыть минимально, но если немножко будет, вот как сейчас, вот если немножко будет видно, мне не страшно. Вот самые большие я скрываю, а так маленькие, если немножко краснота или немножко что-то проходит, мне не страшно. Я не такая, что мне надо на 100% все убрать. Кроме как если я на YouTube снимаю видео иногда, хочется прям перфект выглядеть, но и то это у меня не получается. Поэтому пудра Мак обожаю, могу ее посоветовать. Она где-то стоит 30 долларов, но эта же пудра у меня уже больше года, и она все никак не кончается. Она реально очень долго-долго длится, поэтому как бы, ну, цена выгодна. Купить такую одну пудру за 30 и ей пользоваться больше года, нормально. Далее у меня тональник от Clinique Redness Solution, но я его не использую как тональник. Я не понимаю, как люди могут его использовать как тональник. Если вы используете как тональник Redness Solution, объясните мне как. Потому что вот этот тональник, он настолько густой, настолько плотный, я не представляю, что это будет выглядеть красиво на всему лицу, и это будет комфортно. Он такой густой, его даже нельзя размазать. Вот я не знаю, как его наносят на все лицо, но я нашла для него, я нашла как им пользоваться. У него очень такой удобный аппликатор. Я его использую как консилер, потому что он реально красноту скрывает. Это консилер для меня, который убирает красноту. И когда у меня очень какие-то синие покраснение, я наношу вот именно точечкой этот тональник, хорошенько с кистью вот прям вбиваю в кожу, и вы не представляете, он реально убирает красноту, и в то же самое время как бы это консилер, ну тональник, он крутая вещь, мне нравится. Вот для каких-то покраснений, притчиков самое то. Потом у меня палетка от MAC, которая стоила 40-45 долларов, я не помню. Я почему-то ожидала палетка MAC, консилеры MAC, это же типа профессиональная косметика, я ожидала, что эти консилеры будут прям какие-то магические. У меня такое ощущение, что они просто в Китае купили вот эти дешевые консилеры, которые вы палеткой покупаете, там 10 консилеров за 3 доллара, да, палетка, что они просто скупают и вставляют вот в себе эту штучку, и потому что MAC они делают цену на 45 долларов. Потому что эти консилеры ничем не отличаются, консилеры от Essence, консилеры от Countries, консилеры от P2, консилеры от, не знаю, всяких разных дешевых фирм, они реально не отличаются. Единственное, что классно, что это все в одной палетке, это очень удобно. Как можете видеть, эти два верхние я использую как консилер, наношу вот на всякие разные покраснения. Вот этот светлый, даже как хайлайтер можно немножко нанести, чтобы осветлить какие-то части. Вот эти, вот эти два, короче, я использую на века иногда, потому что мне кажется, вот этот оранжевый, этот желтый, они как-то, когда-то немножко синие, оно как-то делает ровнее тон, мне вот так кажется, на веках, и плюс мне кажется, тоже себе как базу использовать можно. И вот этот красный, вот розовый, я именно наношу вот сюда, потому что я не могу наносить консилер под вот эту, всю вот эту часть, потому что у меня консилер вбивается вот в эти складки, и у меня глаза выглядят хуже, чем до этого. А вот здесь, чтобы именно эту, убрать немножко синий цвет, я вот наношу, и вот помогает, прикольно. И ничего никуда не вбивается, потому что я вот именно здесь делаю, где вот эта складка. Покупать, наверное, больше не буду, потому что я не в восторге, поэтому стараюсь как можно быстрее использовать, но я думаю, я буду годами пользоваться этой палеткой, потому что здесь столько много граммов в каждой. Это, я думаю, это нереально, это все использовать. Далее у меня палетка от Анастазия, контур, кит. Тоже хочу как можно быстрее использовать, потому что я хочу перейти на кремовые контурирования, мне пудровые не нравятся. Но вот отсюда я использую именно вот этот оттенок, потому что он холодный, он не темный, он как раз подходит к белой коже. Использую вот этот желтый, желтую пудру под глаза иногда, и этот хайлайтер. Хотя хайлайтер, я не могу сказать, что я вижу какой-то хайлайт, вот я могу вам показать, но я когда наношу на лицо, вы видите хайлайт? Я не вижу хайлайт, вот я не вижу, реально. Поэтому я хочу быстрее это все использовать, и больше покупать не хочу. Хайбим, пробник, мне очень нравится, все его знают, знаменитый Хайбим, обожаю его. Но это пробник, поэтому хочу тоже быстрее закончить, и уже купить какую-то... То же самое, я не думаю, что-то покруче я хочу купить, но хороший хайлайт, и как раз это кремовые, мне кажется, гораздо красивее на лице выглядит, и гораздо естественнее, чем пудровые хайлайтеры. Кит от Анастасия Беверли-Хиллз. Я фанат Анастасии Беверли-Хиллз, мне очень нравятся его продукты. Этот кит, я не помню, я его купила 2-3 года назад, наверное, не пугайтесь, но этим китом я пользуюсь каждый день, кроме как вот этим ваксом. Поэтому тени уже кончаются, и я хочу себе купить, когда кончится, хайлайтер от Анастасии Беверли-Хиллз, и хочу купить тенью. Вот эту палетку именно покупать не буду, но знаете, она реально была классной, потому что в ней все есть. Удобная вещь тоже. Мне вообще нравятся палетки, потому что так удобно, вы берете, открываете, и все есть, и вы всем пользуетесь, и не надо искать тысячи разных продуктов. Поэтому могу посоветовать. На губ у меня два средства, которым я сейчас очень много пользуюсь. Это вот лип-глоссы, но это типа Intensive Care Lip Comfort Oil. То есть это не то, что лип-глосс, они должны еще делать хорошие мягкие губы. Вот этот Clorans я обожаю, и если он кончится, я думаю, я даже куплю опять, потому что, во-первых, вкус очень приятный. Сейчас на губах. Мне нравится просто, что он такой вот красивый, делает блеск. Красивый такой блеск, увлажняет губы. И вкусно, и красивая такая стильная упаковка. Эта упаковка у меня уже очень долгая, надо тоже все никак не заканчивать. Поэтому продукт, наверное, стоит своих денег. 20 долларов я платила. И от Catrice в Германию купила. Кстати, у меня еще два других цвета. Это, наверное, типа, знаете, для тех, кто 20 баксов на Clorans не хочет отдаться, вот 3 евро. Luxury Oil. То есть здесь типа тоже какие-то масла, которые должны делать ваши губы хорошие, красивые, мягкими, ухаживать за ними. И мне нравится, если честно. Это же как на Lip Gloss похоже. Не липкий, но приятный запах. И по мне так, да, увлажняет губы. Вот мне нравится. Далее. Румяна от Benefit. Белла Бамба. Я им уже 3 года пользуюсь, они все никак не заканчиваются. Я хочу их закончить и выпросить, потому что меня ждут мои румяна, которые я купила в Германии. P2, Catrice. Я хочу им начаться пользоваться, но не могу, потому что я хочу это закончить. Румяна классный, если честно. Мне очень нравится оттенок. Такой вот красивый, розовый, с блестками, очень красиво выглядит на щеках. Мне очень нравится. Но покупать не буду, хочу что-то новенького. И у меня все осталось для бровей, для ресниц. Для ресниц у меня такая вот тушь, пробник от Clinique High Impact Mascara. Я ее обожаю. Я думаю, что я куплю себе полный размер, когда она кончится. Она такие классные, длинные ресницы делает. И в то же самое время она их не слипает. Она их вот разделяет, красивые, длинные. Никакие другие туши такие мои ресницы красивыми не делали. Вот я реально в восторге. Мне нравится кисточка. Она такая большая, хорошая. Просто классные туши. Обожаю. Очень мне нравится. Я даже такого не ожидала. Это моя первая тушь от Clinique. Вообще как-то от Clinique я никогда не была в восторге. Не знаю, почему. Просто эта компания не привлекала меня. А тут с последними вещами, которые я купила для ухода, косметика, я в восторге. Мне нравится. И для бровей это у меня маскара для бровей. Одна у меня браудрама от Mabelin. Она мне нравится, но на мои брови я ее просто так наносить не могу, потому что толку никакого. Когда я крашу свои брови пудрой и я сверху наношу вот это, чтобы закрепить, тогда видно какое-то что-то там. Просто так на мои брови она особо не окрашивает их, ну вот слегка, не знаю. Вот у меня просто брови спереди особо не густы, поэтому, чтобы их сделать густыми, это не получится. Ну, хорошая вещь, чтобы закрепить и дать отдельно какой-то цвет вашими бровями, когда вы их красите, классно. Либо, когда у вас брови уже просто сами по себе натуральные, супер-пупер густые, вы просто хотите их привести в порядок, им вот маленький оттенок дать, это вещь для вас. Далее у меня есть Брау Стайлист Плампер от L'Oreal, вот эта вещь мне нравится, я этим, этой маскарой могу просто свои брови красить и все, когда я хочу более натуральный лук и не хочу заморачивать, я хочу просто быстренько прокрасить, я это использую и вот этот, эта маскара очень похожа на Gimi Брау, только дело в том, что вот L'Oreal на три раза больше имеет в упаковке и стоит на два раза дешевле. Смысл у них то, то есть не то, что они просто окрашивают, у них еще вот есть волосинки, вы сейчас, наверное, не видите, но здесь есть волосинки, которые за ваши брови цепляются и делают их более объемными, то же самое, что Gimi Брау. Gimi Брау вот хочу просто использовать до конца, мне нравится, крутая вещь, но я ее больше не куплю, потому что мне кажется, она просто не настолько классная, чтобы тратить такие деньги за такую маленькую упаковку. Я думаю, на этом видео все, мне собака дает знать, Вика, закругляйся, поэтому это было все, напишите мне в комментариях, если вы что-то из этих вещей тоже ими пользуетесь, если вам нравится, не нравится, и что вы могли бы из косметики посоветовать, потому что мне нужны новые вещи, я хочу узнать, чем вы пользуетесь. Спасибо за ваше внимание, надеюсь, вы обрадовались увидеть косметические вещи мои, потому что много девчонки спрашивали, Вика, когда будет такое видео про косметику, покупки, вся вот эта девчачья тематика, поэтому надеюсь, вы рады, и до следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok